Сюжет об акции в поддержку Эльми Умерова готов к эфирам. С национальными флагами, плакатами, фотографиями Эльми Умерова и других политзаключенных. Так началась акция в их поддержку на Майдане независимости. Участники акции показали театрализованный перформанс, показали положение, в котором находятся сотни задержанных украинцев на полуострове. Я буду держаться до последнего вздоха. Не бросайте дело освобождения Крыма. Я готов отдать свою жизнь, зная, что мы вернем Крым. Эльми Умеров. Вам просто нужно признать, что вы ошибаетесь, и все от вас отстанут. Причиной преследования Эльми Умерова стала его принципиальная позиция. Окупанты обвиняют его в посягательстве на целостность России. На Майдане глава Меджли Сарифа Чубаров зачитал обращение Эльми Умерова. Он говорит о моральном знущении и моральном страдании, о чем они его кинули. Он сказал, что он очень благодарен, что там собираются люди. Передавай привет всем, кто соберется на акцию, и написал, бережи себя. Мы сейчас живем на всех необходимых заходах с нашими международными партнерами. Мы доручили всем нашим дипломатическим установам в всех куточках света. Довести до відома всех наших международных партнеров ситуация, которая складывается с Эльми Умеровым. Потому что она действительно показывает, когда впервые используется каральная психиатрия с временем НКВС. Эльми Умеров был на Майдане в 2004-м, принимал участие в революции Достоинства. Не раз был рядом во многих сложных жизненных ситуациях, вспоминают друзья. А ты, Эльми, просто тримайся. Мы твою родину, как можем, поддерживаем. С нетерпением ждем закончения этого жахливого инцидента. Надеемся, что наши общие действия приведут к твоему освободению. И мы увидимся на этом Майдане уже совсем в другой атмосфере. Он настоящий патриот, а для меня он всегда брат. Мудрый человек и неизменный своему народу и родине. Очень честный, наимнейший человек, с которого я беру ориентир. И вот столько лет, сколько я с ним дружу, столько я счастлив его знакомству. Уже вторую неделю Эльми Умерова насильно удерживают в психиатрической больнице, якобы для проведения психиатрической экспертизы. Состояние его здоровья ухудшается, а у Мерова сахарный диабет и болезнь Паркинсона. Вот этим своим поступком, сопротивлением и своей вот этой невероятной смелости, Эльми в первую очередь дает знак всем крымским татарам, которые сейчас находятся как и на материковой части Украины, так и в оккупированном Крыму, что нужно все равно бороться, несмотря ни на что, до конца. Украинская власть сейчас занята собой, исключительно собой. То, что сейчас происходит и молчание нашего президента, говорит об одном, что тему Крыма он для себя аннулировал, а его заявления о том, что Крым будет крымско-татарским, скорее всего останутся в ряду тех заявлений, которые он делал еще с первой минуты своей инаугурации. В поддержку Эльми Умерова и других политзаключенных пришли активисты, журналисты, люди искусства. Это очень несправедливо, это гнусно, это напоминает ту карательную психиатрию, которая существовала в Советском Союзе на протяжении всех 70 лет. Мне очень страшно, что в Крыму мы видим откат к этим методам, к памяти Снежневского и ко всем тем людям, которые невольно становятся жертвами подобных методов. Вроде как будет банально, но на самом деле он настоящий пример мужчины, крымского татарина и государственного деятеля, который очень четко сделал свой выбор. Я здесь потому, что он человек с большой буквы. Мужчина, отец. Акция продлилась более часа. В завершении участники зачитали обращение к властям России с требованием немедленно выпустить Эльми Умерова, допустить к нему медиков, снять обвинение и закрыть против него уголовное дело. МедУкраины также официально потребовал освобождение замглавы Межлиса Эльми Умерова. Эльвина Седбулаева, Эльдар Эсматов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.